Всем привет! Небольшое информационное видео для любителей повыкладывать фоточки в социальную сеть Instagram. Я думаю, многие из вас знают, что это такое, но немногие из вас знают, что с веб-версии данного сайта можно тоже выкладывать фоточки. Я совсем недавно наткнулся на достаточно интересное и простое решение, сейчас я расскажу об этом вам. Итак, это новое видео, мы начинаем, поехали! Ну что ж, все очень просто. Вы открываете instagram.com, заходите под своим профилем в любом браузере, который вы пользуетесь на своем компьютере либо ноутбуке, и после этого нажимаете клавишу F12 или просто нажимаете правую кнопку мышкой и нажимаете посмотреть код. В частности, я использую один из браузеров, в том числе Chrome, и здесь это просто выглядит следующим образом. После того, как вы нажали на эту кнопочку, в правом верхнем углу надо нажать на вот эту пинктограммку, и после этого вам будет доступна возможность выложить фотографию, потому что перед вами мобильный интерфейс данного приложения, точнее данного сайта, и уже отсюда вы сможете выложить фотографию такую, какую вы хотите. Я, допустим, выкладываю. Нет возможности редактирования, но может быть это только в хроме. Но уже потом со смартфоном вы сможете спокойно отредактировать фотографию, добавить какие-то, может быть, хэштеги. Еще раз нажимаем далее. Вводим те хэштеги, которые вы хотите ввести. Давайте ми, xiaomi, 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 xiaomi. И после этого просто поделиться. То есть достаточно просто я смог загрузить фотографию с помощью веб-версии сайта instagram.com, просто с помощью данного лайфхака. После этого мы закрываем и получаем обычный интерфейс. Обновляем страницу и видим, что наша фотография загружена. Итак, друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Надеюсь, я, может быть, кому-то помог данным роликом. Может быть, кому-то действительно стало полезно. Обязательно подписывайтесь, потому что совсем скоро я вам покажу пару-тройку интересных видосиков. Ну, а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok